Выход из дебюта в Миттельшпиль матча совсем не удался претенденту. Мы встречались с вами в этой студии ровно неделю назад, когда шахматисты только-только разыграли дебют. После первых трех партий счет был равный полтора на полтора и казалось, что вся борьба еще впереди и шансы Яна Непомнящего выглядели ничуть не хуже, чем шансы чемпиона мира. Однако прошла ровно неделя, за это время было сыграно еще пять партий и как изменилась ситуация. На третий выходной в матче чемпион и претендент ушли с абсолютно разным настроением. Давайте вспомним ключевые моменты этих пяти партий. В четвертой партии Магнус Карлсон первый раз в матче начал встречу ходом королевской пешки Е2-Е4 и русская партия от претендента из России. В этой встрече дебют послужил верой и правдой непомнящему и уже на тридцать третьем ходу была зафиксирована ничья. На табло матча зажглись цифры 2-2. В пятой партии ни претендент, ни чемпион не стали ничего менять по сравнению с первой и третьей партиями. Была разыграна испанка, так называемый антимаршал. Первым в этой встрече свернул чемпион вместо избранного им же в третьей партии варианта со слон Б7. На сей раз после восьмого А4 он сыграл ладья Б8, но решить все дебютные проблемы не смог и Ян мог бы задать гораздо больше вопросов чемпиону, сыграй он на двадцатом ходу С4. После же избранного им ладья ЕД1 последовали многочисленные размены и партия закончилась ничью на сорок третьем ходу. Счет матча стал два с половиной на два с половиной. В шестой партии грянул гром, который так долго ждали болельщики. Эта партия побила много рекордов и стала переломным моментом в матче. Шестая партия длилась семь часов сорок пять минут. Начали ее шахматисты третьего декабря, а закончили уже четвертого за полночь по дубайскому времени. Сделано было 136 ходов и таким образом установлен новый рекорд продолжительности партии в матчах на первенство мира. Событий в этой партии хватило бы на весь матч. Здесь были и нешаблонные решения, изменение структуры, нестандартное соотношение материала, цитнотная горячка, грубые ошибки как со стороны чемпиона, так и со стороны претендента. И нам с вами остается лишь гадать, как мог бы сложиться матч, если бы Ян Непомнящий одержал победу. Но увы, после сложной и продолжительной борьбы на 136 ходу он вынужден был признать свое поражение. Чемпион мира вышел вперед, счет стал 3,5 на 2,5 в пользу Карлсона. Тем зрителям, которые хотят заново пережить эмоции этой встречи, я рекомендую пересмотреть эфир шестой партии с замечательными комментариями Александра Гречука и Даниила Народицкого и не забыть про видеообзор от Владимира Доброва. Та титаническая битва стоила огромных усилий как чемпиону, так и претенденту, но времени на отдых у участников матча не было. Уже в тот же день, 4 декабря, чемпион и претендент вновь сели за доску. В седьмой партии мы снова увидели продолжение антимаршаловской дискуссии, где чемпион вскоре уравнял игру и партия достаточно быстро завершилась ничью. Счет матча стал 4,3 в пользу Карлсона. Чувствовалось, что силы игроков прежде всего эмоциональные на исходе, но перед очередным выходным предстояло сыграть еще одну восьмую партию. В восьмой партии Магнус вновь открыл встречу ходом Е2-Е4. На доске снова была разыграна русская партия. Ян удивил чемпиона своим решением двидуть крайнюю пешку вперед H5. И после продолжительного раздумья белых, избранного им на десятом ходу ферзь Е1, казалось, что сейчас последует ферзь Е7 и вновь мы увидим быструю ничью. И долгожданный день отдыха. Но это был день необъяснимых решений со стороны непомнящего. Вместо ферзь Е7 последовало король F8. И пусть после этого у черных оставались хорошие шансы на уравнение, однако грубый зевок на 25 ходу B5 практически завершил эту партию. На 46 ходу Ян непомнящий остановил часы и признал свое поражение. Счет в матче стал 5-3 в пользу чемпиона мира. Как действовать дальше? И что делать? Менять ли дебюты? Идти ли вперед? Или просто переждать этот непростой момент? Надеюсь, ответы на эти и многие другие вопросы найдут претендент и его команда за выходной день. А мы встретимся с вами вновь во вторник, 7 декабря, в прямом эфире Ческом.ру, чтобы в режиме прямой трансляции следить за этим так непросто складывающимся для Яна непомнящего матчем. Впереди Миттельшпиль и Эйншпиль матча, и мы ждем ответных голов от претендента. Продолжаем болеть и смотрим только вперед. До скорых встреч!